здравствуйте в эфире телекомпании город вы смотрите информационную программу 7 минут сегодня у нас в гостях елена ивановна буняшина министр образования области вот у всех должности министр там чего-то 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 еще чего-то но у вас наверное носок все объемлющий вот эта задача образования чтобы министр образования скажет больше человеку не надо нагрузки и так об образовании ну я думаю что мы с вами встретились вовремя во первых у нас есть хороший повод о чем поговорить это прозвучавшие недавно заявление губернатора о том что с 1 сентября у нас в регионе будут повышаться зарплаты бюджетникам когда мы говорим бюджетник в первую очередь о врачах и преподавателях воспитателях как раз у вас и а второе это тоже стало известно что хорошие тенденции у нас сейчас относительно других лет по сокращению мест в детские сады нет по сокращению очереди по сокращению очереди ой место извините как говорят в создании новых мест сокращение очереди в детские сады видите как проблема она сразу же внутри как-то поднимается ну давайте с зарплаты начнем это да я хотел бы сказать зарплата действительно губернатором олег ивановичем ковалевым объявлено что с 1 сентября будет повышена зарплата и в том числе в нашей сфере мне бы хотелось сказать что указ президента который 7 мая 2012 года выполняется на территории рязанской области это доведение заработной платы на наших педагогических работ до средней зарплатной платы по региону экономики в регионе сегодня средняя зарплата по итогам полугодия педагогических работников 20 тысяч девятьсот девяносто почти 21 тысячи мы должны довести ее до конца года до 21 тысячи сто тридцати семи рублей то есть практически уже и выполнена из связи вот с повышением с 1 сентября мы как раз уже это это указ будет будет выполнен такая же ситуация у нас с воспитателями детских садах сегодня у них заработная плата 17 тысяч пятьсот она будет доведена до 18 тысяч двухсот рублей вот поэтому это очень важно и мы не просто рады потому что за последние там 20-30 лет это такие так серьезный подход к системе образования но мы понимаем что теперь требования еще будут усилены и к содержательной стороне как со стороны родителей так со стороны общественности да правительственных структур поэтому над этим и вот трудимся наверное когда еще учителя ну очень давно не ждали так первого сентября как в этом году пойдем зарплату прибавить посмотрим как это получит но раз было обещано и я думаю что у нас обещание то выполняется да не было того чтобы сказали очень строго отслеживается губернатором вот структурами всеми ну а если говорит про детские сады действительно я сказал сокращение места потому что мы привыкли к проблеме с детскими садами вечно мест не хватает детских садов не хватает все распродали 90-е годы но вы знаете можно много раз возвращаться и говорить о том что было я думаю что надо с сегодняшнего дня вот есть ближайшие годы чуть прошедшие и вот уже настоящие будущие мы сегодня говорим значит о том что все регионы в том числе рязанской области разработаны дорожные карты по сокращению очереди значит очередь в детские сады мест детские сады том числе и по рязанской области вот могу назвать такую цифру что 2600 стоит у нас сегодня на очереди от 0 до 7 хотя по закону даже на 3 до 7 от 3 до 7 у нас 1600 была очередь вот сегодня мы в этом году будет введено 1600 мест ну и вот после этого останется и чтобы было понятно да еще где-то порядка 1600 мест но что надо отметить в этом году впервые мне кажется вообще беспрецедентные просто предпринятые меры государством правительство российской федерации рязанской областью выделены серьезные деньги в рязанской области 425 миллионов федеральных и почти 100 миллионов наших средств до конца года будет построена и строится вот уже практически вводится три детских сада в наших районах муниципальных и два детских сада начинает строительство начнется в городе рязань да это будет в кольном и в дашкопесочные дпр-5 в пятом микрорайоне там где сегодня по плану будет разрастаться и сегодня уже достаточно много строительство ведется сдано домов и еще будет сдаваться поэтому ближайшие два года эта программа будет продолжена именно надеемся что рязанская область также активно включится и включается в эту программу и не просто реконструкция до наших старых садов а именно в том числе и строительство новых что очень важно да да что очень важно и очень радует очень радует мы тоже вот когда снимаем детские сады новенькие там все ходят смотрят как что хороший современный детский сад думаю что слава богу хоть начали строить вот действительно новые они там пристроить пристройки какие-то делать хотя это тоже очень важно реконструкции то есть пристраивается третий этаж вот город рязань очень интересную программу разработал и все помогает и такие тоже проект ну ладно как говорится закончили о хорошем теперь поговорим о том что миновало и то что вызвало много очень споров очень много волнений очень много большие обсуждения тем более и горячие у нас в стране в сфере образования это единый госэкзамен все знают как это все это было и вот эти скандалы в прессе и так далее и так далее вот у нас единый госэкзамен как прошел ну он прошел штатный режиме единственное мы об этом говорили значит у нас состоялось заключительное заседание государственной экзаменной комиссии которые подводились итоги всего государственного экзамена территории рязанской области тот технический сбой который у нас произошел при подсчете при обработке данных по математике да все это мы и до родителей так чтобы паники не было и до родителей до детей до учителей доводили все это проведено было в соответствии с требованиями пересчет обработки в москве в центральном аппарате так что это произошло нормально хочу сказать что результаты у нас лучше средний по россии по всем предметам стубальников у нас увеличилось ну конечно это не в разы такие не в 10 там не в 20 сегодня у нас 10 20 разы оно очень настораживает мы с вами согласны но вы знаете мы с этого и начали что те отрицательные моменты а именно вывешивание заданий в интернете и возможность наших выпускников увидеть прочитать прочитать и так далее конечно это повлияло в некоторые в некоторых регионах у нас 61 стубальник из них больше всех это 21 по русскому языку но здесь мы можем тоже мы анализируем во первых это ребята всех мы просмотрели все кто получил 100 бальные это те ребята которые учились на отлично и победители олимпиад и так далее поэтому это объяснимо было до их результаты вот второе конечно же уже девять лет на территории рязанской области и на госэкзамен проходит в таком формате и естественно что и педагоги уже наработали некую методику и ребята все стараются и конечно же всех желаний тот кто пошел в 10 класс это поступить выше учебное заведение причем не только рязани но и да очень престижные престижные и московские и санкт-петербургские и хочу сказать что вот у нас и за границу поступил у нас одна девушка в чехию и поэтому я считаю что вот такие неплохие хорошие результаты вот но и вот теперь уже практически основная волна закончилась уже ребята все поступили тот кто хотел высшее учебное заведение мы рады всех поздравляем и родители волнение уже позади вот хочу только заметить еще вот каким момент что сегодня министерство образования и науки российской федерации готовит изменения во первых первая позиция что егэ в таком формате остается но значит дорабатывается несколько моментов до первого сентября они будут озвучены это касаемо первое в каком в как это будет в виде уж точно нам озвучит но речь идет о том чтобы учитывать при поступлении средний балл аттестата но разговор идут то есть за год или за три последних года вот возможность заранее вывешивать все например 5000 вариантов которые идут и пусть ребят занимается мы в свое время тоже также у нас мы же знали нам давали а уж какой вариант тебе попадет занимайся вот поэтому считаем что как бы это тоже такой важный очень момент это помню нашим зрителям у нас в гостях была Елена Ивановна Буняшина министра образования нашей области спасибо вам удачи потому что у вас время очень хлопотное не будем вас пока отвлекать но следить будем как песни строго спасибо большое спасибо вы смотрели информационную программу телекомпании город 7 минут до встречи субтитры сделал DimaTorzok